Доброе утро, вы слушаете Финал МФМ, меня зовут Елена Рихачёва, здравствуйте. Лучшее, во что мужчина может вложить деньги, это постройка яхты, утверждает один из наших сегодняшних героев. Я, кстати, когда годовалась к программе, читала вот это интервью, один мой коллега подошёл сзади, так почитал, посмотрел, это тот мужчина, который очень хочет быть похожим на Абрамовича, вот для него это лучший способ вложить деньги. Ну, не знаю, давайте поспорим, может быть, есть и получше, конечно, с способом вложить деньги, но мне кажется, этот способ неплохой, правда ведь? Правда ведь, Денис? Правда ведь, Денис? Доброе утро, Денисы? Доброе утро. Итак, первая, самая-самая первая яхта была построена сколько лет назад? Ну, в 2006 году. В 2006 году, а, то есть вы, в принципе, лет пять всего как строите яхты, в общем, делал такое молодое. Ну, вернее, в пятом, в шестом она уже была на воде. А кто владелец? Ну, той первой остаюсь я. Как это вообще вам в голову прошло? Вы же, вы выпускники мои оба, да? Да. Совершенно верно. То есть у вас образование, в общем-то, ну, непрофильное, можно сказать, так мягкое. Есть одна наука, она называется аэрогидродинамика, просто у неё подразделы. В общем, достаточно смежные отрасли, и конструкция современной лодки во многом похожа на конструкцию летательного аппарата. Причём авиация остаётся даже более консервативной, чем современный яхтинг. То есть все материалы передовые появляются, скорее, в аэрокосмическом комплексе, но находят реальное применение только уже, ну, в первую очередь на лодках спортивных, скоростных. И уже потом они вот только сейчас приходят в большую авиацию. То есть вот на днях дримлайнер полетел наконец-то. То есть, в принципе, ваше образование, ну, так, вот как-то линейное и вполне логично подвело к тому, что вы делаете. Ну, просто вы решили делать не летательное, а плавательное аппарат. Ну, с учётом развала нашей индустрии, в общем, приходится где-то... Прилагать свои усилия там, где они могут быть приложены, да. Итак, самая первая лодка была построена как, из чего, на сколько денег это стоило, как вы вообще друг друга нашли. Рассказывайте, с чего начинали. Денис Вакар, пожалуйста. Да, ну, на самом деле, весь проект начал как раз Денис Шадрин. Вот, а меня он уже пригласил, собственно говоря, как специалиста по стеклопластикам, смолам эпоксидным. То есть именно как технолога для строительства этой яхты. А как они выбрали проект этот, вот, очень интересная история. Денис Шадрин, расскажите, как выбирали проект для самой-самой первой яхты? Начать просто с истории. То есть увлечение парусным спортом пришло ещё в детстве, там, в четвёртом классе. Гулял у Останкинских прудов с друзьями родителей. И там была какая-то детская регата. Было интересно, какие-то белые паруса, какие-то цветастые лодочки, детишки в спас-жилетах оранжевых. Ну, как-то нас записали в секцию. ЦСКА ВМФ тогда ещё Советский Союз был. Ну, и понравилось. Потом как-то так получилось, что забросил я это занятие. Но любовь к парусу с детства осталась. И, в общем-то, с первых каких-то денег, ещё в 94-м году я купил лодку «Микро». Ну, это маленькое, казахского производства, ну, ещё Советского Союза. И она, верой и правдой, на Пироговском водохранилище все эти годы нас возила, катала. Ну, позволяла осваивать парус в виде вот озёрного такого яхтинга. Существенно украшая выходные. То есть не было необходимости иметь какие-то дачи. Всё на воде, да? Всё на воде, да? Всё на воде. Причём тогда Пироговка было ещё достаточно дикое место, не застроенное. Не было пробок на Осташковском шоссе. И я даже ещё застал период таких водномоторников, их так называли. То есть люди, которые большую часть времени чинили моторы, там, копались лодками и крайне редко выходили на воду, потому что всё это ломалось. Но это было время такого какого-то энтузиазма у людей. Ну, интересно. Очень много интересных личностей. Но, как правило, это была такая интеллигенция, которая не нашла своё место в том меняющемся мире. И по мере прихода новых землевладельцев, владельцев клубов, их от воды... Оттесняли потихонечку. Вы, когда принимали решение построить самую первую лодку, сейчас мы поговорим, как вы нашли тот самый первый проект, вы сразу понимали, что это начало новой кампании? Или вам просто хотелось построить свою хорошую лодку, чтобы быть просто владельцем вот этой... Ну, не лодки, а яхты уже, да? На тот момент у меня был опыт какой-то строительный. То есть я занимался дизайном баров, но не просто рисованием интерьеров, а непосредственно воплощением. Изготовлением мебели и прочего. То есть какие-то навыки именно работы с материалами были, ну и связи с какими-то мастерскими. То есть вы, будучи авиационщиком, всё-таки пошли вот по дереву работать в интерьеры, правильно? Ну, так получилось. То есть там в начале 90-х мы ещё какие-то ваучеры продавали, но не так, как... То есть их скупали для тех, кто потом купил промышленность. Но были слишком маленькие, чтобы понимать ценности этого. Вот. И где-то с 96-го года, ну, начал строить бары. Сколько, кстати, построили баров? Ну, порядка 12, правда, потому что половина из них закрылась, но срок службы их не очень большой. То есть вы прям делали, начиная со стадии проекта, да, и заканчивая уже непосредственно материальным воплощением, да? Ну, то есть, как правило, находился инвестор, который хотел куда-то диверсифицировать средства, и под ключ продавался ему бизнес. То есть мы имели какую-то небольшую долю. Правда, как правило, там, в течение пары лет нас из этих долей выкидывали. Ну, время такое было. Ну, понятно, да. Сейчас можем, конечно, углубиться в воспоминаниях в 90-х годах, но я боюсь, у нас в момента займет время до самого вечера. Итак, когда вы подошли всё-таки к поиску проекта для яхтов? Всё-таки ответьте на мой вопрос. Вы хотели это сразу как компанию и формулировали себя в голове как компанию? Или всё-таки для себя? Вначале это было хобби некое. То есть были средства не очень большие, свободные. И было понимание, что, как я это назвал, годы идут, а горизонты не меняются. Ну, то есть Пироговка, та же маленькая лодка, которая стареет, как бы флот вокруг тоже, в общем, на Пироговском водохранилище. Он только последние годы стал как-то меняться, а так это лодки, там ещё советские постройки, польские, советских времён. Ну, и как-то выпивая в одном из построенных баров, мы с моим другом, который сейчас на Гавайях поселился в миграцию, в интернете наткнулись на какой-то заголовок, малобюджетный гоночный аппарат назывался он так. Это переводная статья, так мы познакомились с дизайнером Диксом. Он тогда жил в Южной Африке, сейчас в Америку перебрался тоже. Какой-то знаменитый человек, просто я не совсем в теме, вот ваша... Ну, как бы широко известен в узких кругах, как мы это говорим. А чем известен? Что за человек? Ну, он строит проекты как раз для самодельщиков, что вот сильно развито в Америке, например. То есть, ну, для людей в гараже построить там пилотажный самолёт, ну, не проблема. Покупаются киты, это набор заготовок или проект, и дедушка в гараже... Да, на уровне лего буквально всё это можно сделать. Да, это правда, у них это есть. У нас почему-то как-то даже, по-моему, в голову никому не приходит, что это действительно можно... Нет, начинает появляться. У нас просто на сайте есть некая услуга, что мы можем поддерживать диксовские проекты, и люди звонят. Ну, как правило, очень разочаровываются в том, что мы всё-таки сильно на задворках цивилизации лодочной. И материалы, которые необходимы для постройки нормальной лодки, в общем, вся та же проблема, надо тащить из Европы. А это всё-таки достаточно дорого получается и долго, да? Ну, в основном, долго, таможенный вот этот. То есть пока челноки ещё были в количестве, ну, как-то было проще там 3-4 листа фанеры провести, а сейчас это... Ну, ладно. Про то, как это происходит, да, и то, что вы сейчас предлагаете, с чем сейчас работаете, чуть-чуть попозже поговорим. Всё-таки возвращая к Диксону проекты. Вы нашли этого человека, да, зацепились, решили, что вот... За 350 долларов купили проект, причём вначале пришёл какой-то листик по почте и кепочка. Очень сильно мы как-то... Профукали 350 долларов, да? Напряглись, да. За кепочку. Вот, ну, потом пришло письмо, спокойно, ребята. А что за кепочка? Ну, его там, Дикс Дизайн. А, ну, в смысле, бейсболка такая? Ну, да. Ну, да. Ну, и пришёл комплект чертежей, надо сказать, что очень качественных, подробных. И то есть, ну, я как бы их умею читать по образованию, и для меня стало вообще всё очень очевидно. Люди сильно удивлялись, как строить лодку. То есть, ну, вот в понимании лодку можно только купить, а вот как вот её построить? Городской человек, ну, вот из моего круга общения, он вообще не понимает, как это можно. Ну, сняли ангар. Ну, не ангар, он кирпичный какой-то флегелёк на заводе фирмы, которая игровые автоматы строила. Я там по совместительству работал дизайнером корпусов. Вот. И нашлись какие-то гастарбайтеры, которые благополучно зарубили вначале кучу материала. Вот. Ну, вы тоже нашли, тоже поручите. Это же всё-таки квалификация нужна, всё-таки мозги. По привычке, как бы. Ну, понятно. Вот, с Денисом мы на тот момент уже были знакомы. То есть, вас уже привлекли, да, Денис Вакар? Не, ну, вот на этом этапе и привлекли. То есть, до этого мы как-то совместно катались. Просто дружили, были знакомы, да? Ну, я арендовал, собственно говоря, кусочек у мастерской у Дениса Шадрина, когда делал свои доски. Поэтому и привлекся. Угу. Так. Например, ну, вот дельтапланы и парапланы, то количество дельтапланиристов, вот как их было там, несколько десятков, ну, в стране, так оно и остаётся с протяжением лет. А парапланы, ну, все, кому не лень покупали. Даже я на нём какое-то время летал. То есть, такое простое, в принципе, в обращении, да, и кайт вы сравниваете как раз вот с парапланами, да? Да, то есть, сейчас вот кайты у меня все знакомые, там даже подружки, которые, ну, в жизни про парусы не слышали, они всё равно эти мешки накупили с кайтами. Даже не катаясь, ну, совсем другая аудитория и количество... Более массовое, да, более перспективное, более массовое. Так, давайте сначала так маленький флэшбэк сделаем, всё-таки расскажем про вот эту попытку популяризации такого массового внедрения кайта, кайт-серфинга. Всё-таки расшифруйте, что это такое и что это вообще за вид спорта. Я думаю, что большинство, конечно, наших слушателей понимает, о чём идёт речь, но вдруг всё-таки не все. Ну, кайт — это... Денис Вакар, пожалуйста. Кайт — это тяговый змей, воздушный змей, который все в детстве запускали, только он ещё, как бы, он большой, и он тянет, соответственно... А у него там мотор? Нет, он силы ветра. Сила мысли. И силы мысли, конечно же. Сила воли, силы мысли и силы ветра. И управляя, как бы, кайтом в небе, можно перемещаться по поверхности, будь ли это вода, или снег, или песок. Ну, то есть главное в этом всём — это именно тяга самого змея. А на чём вы уже перемещаетесь по поверхности, это уже, ну, вторично. То есть, кстати, интересно, я думала, только на воде такое. Самый массовый, естественно, на воде вообще в мире, но вот в нашей стране очень распространён именно зимний кайтсёрфинг, потому что очень много снега и гораздо меньше воды. Ну да, на порядок. Значит, вы встретились вот в той самой мастерской, да, точнее, Денис Вакар арендовал вот... Ну, скорее... Ангарчик небольшой, да, завод по производству игровых автоматов, где арендовал, в свою очередь, у завода Денис Шадрин, да. Вот там вы, наверное, по-настоящему задружились. Так что с этими досками, которые вы там в этом уголочке мастерской арендовали? Вы как-то это поставили на массовый поток, нет? Да, мы в своё время выпускали довольно, ну, как по нашим меркам, большого количества досок, порядка, там, 50 в год, что, в принципе, для нашего рынка достаточно много. И делали их на протяжении где-то 3-4 лет, пока они переключились именно на строительство яхты. А то есть как-то не перспективно показалось, да, слишком небольшой спрос или как? Да, не, ну, просто ситуация какая, в начале 2000-х практически не было, даже на Западе брендов, там, Випика, Нейш, только-только вставали, как бы, спорт, ну, вот он долго раскачивался. А потом как? Вот, и я даже в этот момент пошивал кайты на парашютной фабрике здесь, и даже 30 штук умудрился во Францию продать в Вердон для зимнего кайтсёрфинга. То есть в какой-то момент за счёт низкой цены труда здесь плюс, ну, как-то удавалось держать очень низкую цену, там, на уровне Китая практически. Ну, потом пришли, ну, когда основные бренды типа Нордсейлс, это мировой лидер производства парусов, ну, и встали на ноги серьёзные, как бы, бренды на Западе, и задавили рынок, ну, просто невозможно было конкурировать. И вы переключились на яхту, да? Ну, плюс ещё менталитет-то российский, как в Кинзадзе дядя Вова сказал, вещь фирменная, возьмём. То есть цена не так важна, сколько то, что вот фирменная. Уж надо было дотянуть до кризисных времён, мне кажется, в кризисные времена концепция несколько поменялась в этом смысле. Ну, кстати, произошёл какой-то, то есть обратный такой скачок, потому что сначала, когда огромные бренды пришли на рынок, то цены, естественно, их были маленькие, и конкурировать с ними было нельзя. Но с течением времени сейчас цены опять выросли на всё это спортивное оборудование, и сейчас уже опять можно всё это выпускать. А, то есть у вас опять сейчас такая мысль, может, не вернуться к старой идее? Мы всегда можем это сделать, да. Ага, ну, понятно. Пока у нас другие, правда, задачи. Ну-ка, давайте поговорим про задачи, про задачи строительства яхты. Мы всё-таки никак не можем договорить про ту самую первую яхту, про самый первый проект. Рассказывайте. Вот вы всё распрощались с гастарбайтерами, решили, что будете делать что, сами, руками? Потому что они загубили количество материала, неимоверное. Не, ну, как-то руками всё-таки на это время нужно, потому что лодку строить в режиме самодельщика, там, вечерами в гараже, это, ну, годы уйдут. То есть в проекте сразу указывалось там примерно потребное количество человека часов на изготовление этой лодки. Там что-то в районе 3,5, но так как первая и непонятная, то реально получилось, наверное, 4,5, если не 5. Ну, там локомы не вели, поэтому сейчас сложно сказать. Вот, нашёлся там в недрах этого завода краснодерёвщик, хороший специалист, который, как бы, был основными руками. Плюс там привлекались ещё ребята из парусного мира, которые зимой без работы сидят, как летом ещё где-то как-то, зимой тяжело. Ну, вот, ну, и коллективом там два рабочих и плюс Денис, как технолог. Ну, я иногда приезжал, но сам я не пилил ничего. В общем, мы где-то за сколько, полтора года построили. А материал где брали? Ну, в Финляндии в основном. То есть если лес как-то наш использовался, там, дальневосточный ясень, то фанера лёгкая. То есть лодка была деревянная, но построенная по принципу, ну, как полумонокок. Раньше, ну, и сейчас так строят самолёты только из алюминия. То есть набор шпанговатов, стрингеров и работающая обшивка. Если помните фильм «Авиатор», там вот этот огромный гидросамолёт из-за отсутствия алюминия Хьюз строил из спруса. Ну, это ель фактически. И он назывался «Еловая гусыня», спрус-гус. Вот, соответственно, эта лодка очень как-то напоминает. Я когда этот фильм увидел, прям тепло на сердце стало. Да, вот этот самолётик наш, да. Очень похоже просто. А что-нибудь ещё особенное было в технологии? Вот расскажите, как технолог той самой первой лодки, яхты. Ну, как бы мы просто не встречались именно с авиационной такой технологией в лодках. Потому что, в принципе, Дадли Дикс, дизайнер проекта, он как раз над этим и отличается. Что он предлагает именно вот эту технологию, которая, в принципе, позволяет построить очень лёгкий и очень жёсткий корпус. То есть он не уступает по характеристикам и карбоновым корпусам. Ну, чуть-чуть тяжелее, но и покрепче. Во сколько в итоге обошлась она, Динника? Ну, так сложно сказать. Весь проект на тот момент на выходе из Сочи в районе 56 тысяч долларов. Примерно так было. На выходе из Сочи, то есть вы сначала её построили, потом нужно было её туда... Мы её на Пироговском водохранилище испытали, выпустили её в конце августа. Вот она пару месяцев походила. Вот. И на следующий год уже на трейлере. Причём она шире, как бы 3 на 6,5 габарита. То есть лодка маленькая, но очень широкая. Её пришлось на 45 градусов наклонять, чтобы в транспортный габарит. Вот. Причём один наш друг предлагал, как бы, выдать милиционерам рулетки и сказать, что их неправильные. Ну, вот. Но в результате наклонили и до Сочи по серпантину отторанили её. Слушайте, я могу себе представить это путешествие с такой вот огромной лодкой, наклонённой на 45 градусов, трейли по серпантину. Не огромная, но большая. Ну, достаточно. Ну, 6 на 3 вполне себе такая приличная, в общем-то, посудина-то. И в Сочи удачно всё прошло? Ну, в Сочи был прекрасный октябрьский месяц, бархатный сезон. Неторопливая работа по установке келя. Ну, красиво там было, хорошо, не спеша всё. Вот. Но единственное, что мы не учли, как бы, что дни становятся сильно короче. Как, ну, пока день, с утра встал, поработал там, покупался, ну, комфортно было. А ушли мы как раз по прогнозу, взятому из интернета, и прогноз был очень хороший для винсёрфинга. Ну, мы привыкли, что вот на пляже дует песок, метёт, самая погода. Вот. А опыта морских путешествий, как бы, морской практики, так называемой, не было фактически никакого. То есть парусами могли управляться с лодкой этой, а что в море ждёт, не понимали. И вы вот так вот без информации, без практики, так вот вдвоём, что ли, отправились? Ну, у нас ещё был третий, как мы его называли, специалист по картам. Ну, друг, который случайно оказался, то есть с нами должен был идти штурман профессиональный, но он в последний момент не смог. А так как заявлены были судовые роли на троих человек, в общем, третьего и взяли. Он там несколько суток не выходил просто из лодки. Это мне напоминает этот самый Робин, как его? Капитан Робин. Ну, вот мы и говорим, специалист по картам. Очень похоже. А я думаю, откуда вы этот специалист? Вот же, вот же, точно. Короче, прямо история из мультика, какая-то мультяшная история. Это была какая-то яхта? Ну, в смысле, какая-то регата была или что это? Вы зачем туда? Или просто вы решили покататься по чёрному морю? Нам надо было до конца сезона перевезти яхту в Турцию, чтобы там её ставить на зимнее хранение. Потому что в Сачах оставаться было нельзя. Стоянка в местном яхт-клубе очень дорогая. То есть приблизительно месяц стоянки в Сачах — это год стоянки в Стамбуле. Да что вообще такое-то творится? Я не пойму с этой страной. И нам надо было обязательно просто именно пересечь Чёрное море, чтобы вот до Стамбула. То есть вот прямо вот обязательно. Ну, вариантов не было никаких. Шторм не шторм, надо, короче, плыть. Ну, с прогнозом мы, конечно, немножко промахнулись. Итак, три непрофессионала, ну, точнее, так скажем, два непрофессионала в море, я имею в виду, плюс специалист по картам, условно говоря, да, отправились с Черноморского побережья в городе Сочи до Турции. И как? Ну, хорошая погода была буквально до двух часов ночи. Вот, потом начался Норд-Ост такой черноморский, который был чуть сильнее, чем он был в прогнозе. И вот мы так спасались трое суток или четверо. Да вы что? Страшно? Ну, хорошо, попутный был ветер все-таки. То есть вас обратно к Сочи не пригнало, нет? Нет. Ага. Вот, ну, так, забавно, конечно. А что было самое ужасное, самое страшное? Ну, так я всерьез спрашиваю. Самое страшное было это то, что лодку-то построили мы сами. И сразу вспоминаются все мысли, где доклеил, где не проклеил, как сварили киль. Да, Денис был замечен в странном поведении. То есть он периодически бегал куда-то внутрь. Подклеивал. Форпик и что-то там судорожно щупал. То есть ему все казалось, что пошла вода сквозь обшивку. Она не пошла, конечно, но я проверял, конечно. Вот это такие наиболее тревожные ощущения. Особенно ночью. А ночь была очень длинная. А ночь длинная. Ну, так вроде ничего обошлось, да? Хоть и страшно, наверное, было, и тревожные ощущения, но вроде ничего, доплыли, да? На самом деле просто это такая сложная, ну, не то что сложная, утомительная работа на износ. То есть я бы это сравнил, наверное, с походами альпинистов. То есть когда путь, ну, надо его преодолеть, потому что деваться уже некуда. И ну, просто рулишь, работаешь там. Ну, просто что, делать-то нечего. Ну, да, надо же доплыть все-таки до турецкого берега. А та самая первая яхта, она просто вот принадлежит теперь Шадрину, да? И благополучно, в общем, дальше и ходит по волнам. В основном теперь где она? В Эгейском море. Теперь она в Эгейском море. А вообще что это было за яхта? Какого класса? Это была яхта такого очень популярного во Франции класса мини-трансад. Отличается она тем, что она короткая и широкая, но обладает очень большой парусностью. Соответственно, она очень быстрая. И маневренная такая, да? Ну, как бы она сложная в управлении, но зато она позволяет как бы глиссировать на яхте. Что такое глиссировать на яхте? Ну, вот если вы представляете, как... Ну, то есть вот катера, они вот глиссируют в воде, скользят. На яхте, ну, нельзя это сделать как бы по умолчанию. Нужны специальные... Ну, то есть яхта специальный проект нужен. Именно специальная форма корпуса, которая позволяет выходить на глиссирование при определенных условиях. Определенные условия — это достаточно сильный ветер и большие паруса, большая парусность. Вот. Французы очень любят этот класс, и сейчас вот прямо сейчас проходит гонка мини-трансад именно для одиночек через Атлантику на этих яхтах. Вслед за этой яхтой, что вы придумали, что вы сделали? Решили ли вы сразу, что это будет компания, или еще были какие-то промежуточные проекты? Ну, яхту мы достроили, но мастерская оставалась, и расставаться как-то не хотелось. И параллельно, то есть когда люди узнали, что вот есть типа верфь, что ребята работают с лодками, с яхтами, стали появляться какие-то параллельные проекты, то есть надо было переделать под продажу катер какой-то, что-то отреставрировать, что-то поправить. Ну, как-то вот появилась какая-то работа для мастерской именно, уже как не хобби, потому что все-таки первую яхту оплачивал Денис Шадрин, а уже появился какой-то заработок. То есть появились первые заказчики пока только на реставрацию и переделку, чего бы то ни было, да, под продажу. Но наверняка тоже появилась мысль, а не найти ли заказчика уже под полный проект. Да, совершенно верно. И в какой-то момент такой заказчик нашелся, причем нашелся как бы даже не на яхту, а на развитие мастерской уже в верфь. Инвестор, короче говоря. Нашелся инвестор, которым было очень интересно именно вот, что мы что-то делаем руками, вот такое вот, я не знаю, глобальное, ну не очень глобальное, потому что все-таки яхты не Абрамовича по размеру у нас строятся. Но может оно и к лучшему, если честно. Да, там очень много работы, то есть десятилетия нужны, мне кажется, чтобы постарались в наших условиях. Ну понятно. А и так нашелся инвестор, да, человек, который действительно вдохновился вот этой идеей делать руками. Я вообще заметила, что в последнее время, особенно среди москвичей, там людей таких мегаполисных крыс, как я называю, да, ну в том числе и себя. Конечно, очень много сейчас людей, которые хотели бы, ну хоть что-нибудь, даже деньги готовы платить за то, чтобы самому что-нибудь делать руками. То есть уже вот умственные труды, несколько остачертели. Хочется ручками как-то поработать, тем более наверняка у каждого второго мальчика, мальчик в особенности, да, есть такая детская мечта под парусом, да на собственной лодке, да куда-нибудь. Ну вот, кстати, в начале передачи была фраза, что там лучшее, что может мужчина сделать своими деньгами, построить яхту. Это, на самом деле, перефразировка фразы Роберта Льюиса Стивенсона, «Наш остров сокровищ любимый». Да. То есть там вопрос только шел, что шхуну. Потому что на тот момент все-таки это, наверное, единственный инновационный транспорт был. Как бы, ну, при помощи шхун происходило изучение мира, наложивались связи, то есть, как бы на тот момент, ну, то есть сейчас это уже скорее не то, чтобы не актуально, а, наверное, это самый лучший способ потратить деньги, построить яхту. Ну да, не вложить, а скорее потратить, но, в общем, за это получить удовольствие можно достаточное количество, да. Это мифологизировано во многом, но в целом, да. То есть этот миф остается, и люди с удовольствием на него деньги тратят. Сколько инвестор вас вложил? Он сейчас, кстати, с вами до сих пор? Да. С вами до сих пор. А если не секрет, сколько было вложено, и что потом из этого всего получилось? Давайте поговорим об этом. Ну, по итогу получается, что он получает лодку по стоимости сравнимо сделанную по такому же проекту во Франции. Вот, вдобавок к этому, правда, не в собственности уже существенно больший ангар. Ну, то есть он за наш счет построен, но в целом, как бы, не мы его владельцы остались. Плюс полный станочный парк, включая ЧПУ-станок для раскроя древесины с большим столом. Трехмерный фрезер. И это позволяет вам? Какие это открывает для вас возможности? Не, ну, позволяет строить, как бы, лодки вот размером, там, 40-50 футов. Больше пока помещение не позволяет. Ну, и существенно ускорить. То есть ЧПУ-станок вообще сильно ускоряет во многом операции, потому что проекты сейчас все современные, они электронные. Оттуда легко вынуть нужные детали, как бы, и мгновенно практически их исполнить. На что раньше уходил труд квалифицированного человека достаточно долго. И так построено, ну, хоть и не для небольших судов, но, тем не менее, полноценная вполне себе верфь с полноценным станком, который для этого нужен. То есть, вот, основное сделано. Вот за этот период времени сколько было проектов реализовано, кроме для инвестора яхты? Что-нибудь еще сделали? Собственно, мы построили еще краснодеревый катер вэкбардический, спортивный. Была установлена лодка 1939 года, парусная яхта немецкая, которая по некоторым источникам могла принадлежать даже Эйнштейну, потому что эти яхты были вывезены по репарации из яхт-клуба Геринга, который был большим любителем парусного спорта. И в том же яхт-клубе держали лодки и Эйнштейн, ну, пока он не уехал. Вы ее восстанавливали? Мы ее восстанавливали, да. Ну, ее киношники хотели взорвать для кадра какого-то, но мы воспротивились и забрали ее под восстановление. Сейчас продали ее уже куда-нибудь, нашел своего человека? Не захотелось ее продавать, если честно. Она сейчас на Пироговском водохранилище, как раз взамен яхты «Микро», которая была. Не, ну, у нее соинвестор был, то есть, как бы, он оплачивал половину работы, в общем. То есть, контроль над лодкой остался, ну, не контроль, а возможность на ней кататься, как бы, ну, получился некий синдикатик такой по владению этой. Что еще? Еще, ну, сейчас у нас большой проект по, опять-таки, по реставрации уже достаточно большого моторного катера, на этот раз 46-го года выпуска, и, ну, как бы, уже в процессе, такой наш самый массовый проект, что ли, это производство, серийное уже производство катеров. Там не один... Уже запустились уже с этим проектом, да? Да, да. Ну, там очень долгий процесс, собственно, подготовки, потому что проект этих катеров тоже мы заказывали специально у нашего уже друга Дадли Дикса, который купили первый проект. То есть вы уже с ним задружились совсем, да? Да, и так как это серийное производство, там много, ну, специального оборудования, матрицы, болваны, то есть там, ну, сложный технологический процесс, который уже пройден, и мы уже вот сейчас ожидаем первые корпуса для отверточной сборки у нас. Вы уже понимаете, где будет сбыт, вы уже понимаете, какая ваша целевая аудитория, где это все потом будет продаваться? Потому что сделать-то, конечно, ну, оно, понятно, что тяжело, но сделать-то можно. Потом попробуй все это куда продай по нормальной цене. Чтобы все-таки с этого зарабатывать, а не просто получать удовольствие. Мы в создании этого проекта, мы все-таки ориентировались больше именно на, как сказать, массового покупателя, в основном речного, озерного и не московского, скажем так. То есть такой речник-регионал. Да. Но для него актуальный самый показатель – это цена. То есть тогда почем будет катерок? Ну, катерок стараемся без мотора, ну, он под подвесной мотор, естественно, спроектирован. Стараемся цену где-то до 800 тысяч рублей. А с мотором получается? Вот, к сожалению, моторы, ну, моторы очень сильно добавляют к катеру. То есть там от 150 тысяч до… Ну, короче, около лимона получается, да? Около миллиона? Где-то так. Но это очень сильно зависит от мотора, потому что есть любители, которые хотят поставить самый мощный подвесной мотор, они стоят порядка там 450 тысяч, ну, максимум. И можно поставить слабый мотор, порядка там 60 сил, которые можно купить там и за 90 тысяч. То есть от миллиона до полутора получается, да? Вот такой разброс с мотором. Ну, пониже, пониже. Скорее там до миллиона 200. Вот, ну, так ориентировочно. А как вы собираетесь через сеть продавать? Или как там? По знакомым, по друзьям? Или насколько вообще это будет массовое производство? Какой порядок, назовите, вот, планируется в первую партию, например? Ну, сейчас в первую партию 24 корпуса мы планируем. Просто, как бы, на самом деле производство достаточно грязное, но лодку мы делаем из других смол и по другой технологии. Это серийное производство и прямая дорога ему, в общем-то, в Китай. И корпус был оптимизирован, чтобы их 4 штуки влазило в 40-фотовый хайкип-контейнер. То есть в ТЗК-проекту был именно логистическая составляющая учтена. А, то есть то, что сейчас производится здесь, это временная история? Ну, мы делаем мыльницу в Китае, а сборку уже... То есть корпус — это не весь катер. То есть там ещё масса добавляется всего. Там рундуки, люки, сиденья, обшивка внутренняя, там навигационное оборудование. То есть вот эта сборка, она будет здесь происходить. То есть оттуда приходят заготовки, а сборка осуществляется здесь? То есть самая грязная часть, она уехала в Китай, именно сам пластик. Но приходят абсолютно голые, и здесь мы их уже у нас в мастерской собираем. Понятно уже, когда это будет? Нет, ну самые первые четыре чуть ли не через неделю придут. А так по мере оплаты будут приходить. То есть китайцам нужно порядка 6-7 рабочих дней на корпус со всей оснасткой внутри. Тогда я всё-таки повторяю свой вопрос. Вы делать будете как-то под заказ, или вы сюда их привозите, уже собираете, они готовые стоят и ждут своего заказчика? Они готовы и должны быть. Ну то есть как опции можно потом доукомплектовывать, но в целом планируем как бы часть по знакомым, часть через сети, потому что... Через какие сети? Ну вот, например, Trinity Sport заинтересовалась, потому что у них очень много дилеров. И как правило, бренды раскручены, им приходится выкупать там с разной степенью предоплаты. А вы так лояльно, да? Да, и салон, в принципе, если мы бесплатно на реализацию выдаём. То есть и плюс у нас несколько инновационный дизайн, который на нашем рынке не представлен. То есть он в Европе уже есть, в Дюссельдорфе мы были, как бы 3-4 компании начинают выступать в этом, как он называется, милитаре, как можно сравнить со стелсами. То есть такие рубленые, жёсткие формы. Но, в общем, всё равно это узнаваемая лодка, как бы. Такая брудальная, милитарь лодка, да? Ну, в Элли-дизайн, ну, в Элли-яч была, вернее, есть сейчас одна из лидеров о итальянских мегаяхтах. Они задали вот этот стиль лет 8 назад, и сейчас он продвигается. Ну, в России я таких лодок пока ещё не видел. А какова рентабельность? Вот если взять один, например, катер, вот изготовление его, по той схеме, которую вы придумали, да? То есть там в Китае вся грязная работа, здесь только сборка. Какова рентабельность будет? Ну, расчётная процентов 30 где-то. Ну, будет всё ещё по выходу зависеть. Хорошо. Вот, например, в двухлетней перспективе сколько в год вы планируете продавать катеров? Ну, следующий сезон покажет. Вот пока вот пробный шар, но 24 корпуса – это достаточный объём для того, чтобы первый год выйти на рынок как-то. Какие проекты реализуете сейчас параллельно? Вот та самая, о которой мы уже упоминали, такой большой такой проект, некоммерческий, да? Большая яхта. Что с ней? Зачем вы её делаете? Как флагман ваш будет выступать? Да, мы планируем как бы оставить эту лодку класс 40 в использовании, потому что на самом деле это очень интересный французский проект. Он спроектирован, ну, как я говорил, французским дизайнером Франсуа Лука. И это один из самых передовых классов яхтинга сегодня. Это вы сына назвали в честь него, что ли? Нет, у него Лука фамилия. А, а у вас сына зовут Лука, это не честный его, нет? Нет. Вы так полюбили вообще его проект, что решили. Ещё и свой проект так назвать. Ну, как-то так получилось параллельно. Вот. Получается, что... То есть сейчас как бы яхтинг очень популярен в России в таком круизном варианте, как бы, когда сейчас очень-очень много людей въезжают в Грецию, в Хорватию, в Италию, или Испанию, или Турцию, берут яхту на прокат. Да. Ну, в основном, конечно, на арендованных свои. Да. Особо в голову не приходят, потому что замучаешься потом за неё платить. Ну, в смысле, в течение года там оставшиеся. Это... Да, есть такая тема. Но, как бы, такой отдых очень популярен, он очень привлекателен, как бы, для людей. И в какой-то момент люди уже получают минимальные яхтинные удостоверения, чтобы самим брать лодку. Но вот эти все круизные лодки, на которых они ходят, они очень ограничены с точки зрения именно самого яхтинга. Потому что там очень мало парусов, то есть они, как бы, не очень мореходные, потому что они именно круизные, спроектированные на максимальный комфорт внутри. Что, естественно, отражается на их ходовых качествах. Наш класс, класс 40, он такой компромиссный. То есть лодка спортивная и быстрая, но всё-таки не совсем спортивная внутри. То есть всё-таки там внутри есть каюты, есть удобство, есть душ, есть плита. И всё это прописано в правилах класса. Потому что в основном в спортивных лодках это гамаки, один бойлер, чтобы греть воду и заливать сухую еду, и всё. Больше ничего нет. И некрашенный внутри это сплошной карбон. Ну, то есть девушку не пригласишь уже. Нет, в никакой случае. Даже журналистов не пускают после прихода такой яхты из длинной регаты. То есть сначала лодку моют, а потом туда уже пускают журналистов. Понятно. Вот. Человеку на такой лодке, который уже опытный, с точки зрения круизных яхт, будет очень интересно повысить свою квалификацию и прокатиться, походить на такой уже спортивной настоящей яхте, которую он видит по телевизору в гонках. Вот. И на ней же пожить, то есть не ограничить себя в каких-то условиях. А вам-то зачем? Вот вы её построив, что с ней будете делать? Вот. И мы планируем как бы сделать именно школу, которая будет, ну, то есть яхта будет базироваться или в Турции, или в Хорватии. Мы посмотрим, как будет поудобней. Вот. И будет школа как бы такого повышения мастерства яхтенного для людей, которым вот интересно походить именно на... Которые потом планируют или долгосрочно арендовать, или уже, может быть, купить свою, там, или уже имеют свою. Почувствовать вкус именно вот этих вот спортивных быстрых яхт, потому что наша яхта способна развивать скорость до 25-30 узлов, ну, это где-то 50-55 км в час. А круизная яхта упирается в 8 узлов, и всё. То есть именно вот другой уровень яхтинга уже. Ну, это, конечно, для вас ещё и дополнительный маркетинг инструмент, потому что если вдруг какой-то хороший ученик попадётся, то, глядишь, может, и закажет. Да, конечно, мы готовы строить. В общем-то, цель тоже, ну, можно сказать, основная, так как раз она вот здесь-то и находится. Да, всё правильно. Ну, что, нормальный, хороший маркетинг, грамотный ход. Удачи. Я вот о чём хотела спросить. Вообще, в принципе, рынок вот этих услуг, как он выглядит, на ваш взгляд, в России? Достаточно ли количества существует мастеров, которые здесь что-то могут сделать? Существуют ли другие верфи, о которых вы хотели бы сказать? Просто, ну, действительно, у нас снега много, а, как вы правильно сказали, воды существенно меньше, поэтому такое ощущение у этого обывателя, да, что здесь вообще ничего такого не происходит. На самом деле происходит, и вы действительно не единственная компания, которой этим занимается. Не, ну, сильно традиционно Питер, как бы, они тоже строят большие лодки парусные, и очень много производств, которые делают катера. У них там спрос, конечно, да, там, в каждой приличной семье, там, сначала катер, потом машину. Не, ну, на самом деле Россия обладает наибольшими запасами воды, в принципе. А вот сейчас недавно на сплаве на Каяках в Якутии был, то есть летишь на самолёте, всё время под тобой огромные реки. Посмотрел, как там живут люди, в общем-то, на лодочный мотор они молятся. То есть вот посёлок Учур, связь только по воде сейчас. Раньше три борта летало ежедневно, если это авиация уже нету, малый. Связь только по воде. Соответственно, лодки уже на грани своего ресурса, ещё советские постройки, дюральки. Вот, и то есть волей-неволей им всё равно придётся когда-то это всё менять. Потому что моторы уже японские все. Слушайте, правильно я понимаю, что, в принципе, Россия, как рынок сбыта, представляет из себя достаточно лакомый перспективный кусок в этом смысле, да? Ну да, ну просто будет некуда деваться многим. То есть не от того, что как американцы с какого-то жиру, как хобби это используют. Просто, ну, тот же Учур сейчас отрезан. Река встала, зимник будет к январю. То есть 2-3 месяца люди просто отрезаны от мира. Назовите конкретные ниши, которые вы считаете наиболее перспективными. Ну вот если катера, то какие именно, да, какой должен быть ценовой диапазон? То, что вот вы делаете, то, что вы собираетесь, или, может быть, есть ещё какие-то пустые такие незаболные места, перспективные наиболее в дальнейшем? Вот во что сейчас можно вложиться? Мозгами, деньгами, энергией своей? Ну как бы создание хорошего катера именно совсем массового. То есть как была казанка знаменитая, которая есть везде на всех реках. Да, даже я такую знаю. Ну, конечно. Вот, то есть, соответственно, её какие-то модификации, потому что они все старые. А она сейчас как-то её производит до сих пор? Вот новых я не видел. Не знаю, что сейчас происходит с ними, но их же делал авиационный завод. Соответственно, чем они там занимаются, неизвестно. Но как бы вот как продукт, вот он наиболее такой попал в нишу, мне кажется. То есть недорогой такой, типа казанки, но всё-таки модифицированная, усовершенствованная. Очень прочная, хорошо едет. Соответственно, её какие-то модификации чуть больше или, ну, как вариант. Но это именно металлические конструкции, с которыми мы не работаем. Поэтому мы это делать не будем. Но, в принципе, я считаю, что это интересно. Денис Шадарин, вы бы что-нибудь добавили? Ну, и мне тоже кажется, вот ту лодку, которую мы сейчас делаем, в общем, пока и стоит развивать этот сегмент. Потому что, например, казанская фирма «Вельвет», сейчас сильный игрок на рынке, и по выставке это было видно. То есть они уже на мировом уровне катера клеют. У них, ну, средняя ценовая модель как раз там в этом же диапазоне. То есть вот цены, о которых мы сегодня говорили, вполне конкурентоспособны и на нашем рынке, и, в принципе, с перспективой на выход. Да, и прогулочный одновременно катер, он может, как и для рыбаков, использоваться, ну, не в тяжёлых условиях каменистых, каких-то рек, горных, ну, типа вот Волги такие, водоёмы. Ну, и плюс там есть каюта-укрытия, то есть под наши климатические условия. То, что многие американские лодки с открытым кокпитом, они, ну, только в солнечную погоду. Это у нас мало. Так, вам мало совсем времени остаётся. У меня такое прям, коротко попробуйте ответить. С чем-нибудь вы столкнулись с таким особенным, чего вы не ожидали при размещении производства в Китае? Или было всё, в общем, достаточно прогнозировано? Ну, во-первых, мы шли по старым наработанным связям, потому что мы как-то вывозили производство игровых автоматов, пока бизнес не закрылся в Китае. То есть эта фирма нам раньше клеила стеклопластиковые корпуса, как бы фасады этих автоматов. Ну, были как бы дружественные связи, и, соответственно, как бы знали партнёры заранее. Дайте совет людям, которые собираются что-либо размещать в Китае. Вот сейчас, в данных условиях, не тогда, когда там были трёхкопеечные цены и так далее, а вот сейчас. Ну, сейчас сложнее. Юань растёт, внутренняя инфляция растёт, там прям по месяцам зарплаты у них увеличиваются тоже. Может, проще уже лучше у нас? Вот сейчас уже говорят, что весы качнулись уже вроде как дешевле, что у нас. Да у нас какой-то вакуум трудовых кадров. То есть либо мигрантов их обучать. Ну, то есть как бы мы достаточно платим денег рабочим, и всё равно было... Достаточно сколько? Ну, сейчас 250 рублей в час. То есть работающий человек 40-45 тысяч зарабатывает. Нормально, прекрасно. И что, и вакуум кадров? Ну, дикая ротация. В результате у нас работают парни, которые строили лодки в Сочи, языковые, ну, такие же, спортивные. То есть нам приходят снимать квартиру, как бы производство в Балашихе, там всё чуть-чуть дешевле, просто очень высокая аренда. Аренда очень высокая везде. А стоимость... Ну, лодка, это же, ну, не склад какой-то. То есть вы можете там процент на стоимость товара накинуть, и если у вас большая ротация, то не так важно, сколько стоит сам склад. Но если вы строите лодку, и кроме неё туда ничего не помещается, то стоимость аренды добавляет туда уже ощутимые десятки процентов от её стоимости. Потому что в любом случае это, ну, там, до года срок. То есть сейчас мы, как этот путь, быстрее можем пройти, построив эту лодку. Понимаем, где подводные камни, где ускорится, где ничего не сделаешь быстрее, то есть технологически. Но всё равно это за месяц лодку не построить. Ну, в любом производстве, уж тем более в таком долгосрочном, как у вас, ну, в общем, одни и те же проблемы практически у всех производственников. Арендные ставки, кадровый вопрос. Это то, что приходится решать не только на этапе старта, надо приготовиться к тому, что эти проблемы, видимо, останутся. Настоянно. Да, да. Это наша родина. Да. Ну, в общем, наверное, не самая плохая. Ладно, самый последний вопрос, точнее, предпоследний, но только коротко, на самом деле. А для вас это бизнес или кайф? Вот что это? Только честно. Не надо говорить, что мы такие влюблённые в море. Хотя почему не надо? Ну, если влюблённые в лодки, в реки, в воду, в море, почему бы нет? Ну, не знаю, ответь искренне. Сейчас мы с этого живём как-то, не сказать, что припеваючи, но не особо бедствуем, скажем так. И, естественно, кайф, потому что, ну, лодка — это красиво. Лодка — это же кайф. Когда она там ошкурена, ошпаклёвана, она всё равно глаз-то радует формы. То есть это, ну, это просто красиво. Добавите что-нибудь, Денис Вакар? Да, согласен, на самом деле. То есть деньги не на первом месте, скажем так, в этом процессе во всём. Редкий и чудесный случай, надо сказать, когда и, в общем, дело позволяет не бедствовать, да, как сказал Денис Шадри. Ну, и в то же время радует глаз то, что вы делаете. Не только ваш собственный, я так полагаю. Удачи вам, успехов. Спасибо за то, что пришли. Самый последний традиционный вопрос нашей программы. Назовите в одно слово ваше... Даже не назовите. Сейчас перепишу. В одно слово, пожалуйста, сформулируйте ваше отношение к последним 10 годам просто в России. Всё-таки вы здесь много чего наделали. Одно производство, другое, третье. Вы здесь жили, вы здесь делали бизнес. Последние 10 лет, нулевые российские. Что для вас? Попробуйте договориться, может быть. Что такое-то слово неприличное крутится в голове, да? Договоритесь, одно слово выберите, пожалуйста. На двоих. Для меня неплохо, в принципе, это время прошло. Это наша родина, сынок. Ну так и какое? Не, ну, мы маленькие, нам нормально. Нам нормально, да. Скажем так. Мы маленькие, нам нормально. Нормально. Хорошо, давайте так и запишем. Нормально. Хорошее, нормальное, действительно, слово. Денис Шадрин, Денис Вакар, основатель и совладельцы компании Ост-Яхт. У нас сегодня были в программе. Надеюсь, как-нибудь еще придете, расскажете о ваших дальнейших, я очень надеюсь, успешных и грандиозных, не повезет этого слова, планах, уже реализовавшихся. Спасибо, это была программа «Они сделали это». С вами была Елена Лихачева, Анна Коренева, продюсер этой программы. Мы с вами прощаемся до понедельника. Счастливо. Спасибо.